Ивановские токвандисты снова на высоте. На прошлой неделе с первенства Европы среди юниоров вернулась сборная России, в которую входят и ивановские спортсмены. Соревнования проходили на Кипре в городе Ларнака и собрали более 500 участников из 42 стран мира. Ивановскую область представляла Анастасия Носова. Она завоевала серебряную медаль. Настю, я думаю, вряд ли кто рассматривал как человека, который может в олимпийской весовой категории побороться за призовые места. Но, тем не менее, она доказала. В принципе, она всегда отличалась хорошим настроем на бой. Есть такие спортсмены, которые во время спаррингов выглядят лучше, чем на тренировке. Она как раз из разряда таких ребят. То есть она умеет мобилизоваться во время поединков и показать даже больше того, на что она способна. Сейчас Настя продолжает тренировки. Рассказывает, соревнования проходили по олимпийской системе. Приигравшие бой выбывают из состязаний. Все поединки девушка выигрывала с большим отрывом, легко оставляя соперников позади. Всего спортсменка провела четыре боя. Бои, можно сказать, были достаточно сложные. Наиболее сложные бои были с немкой и финальный серфбой был тоже сложный бой. У меня в первом и в последнем бою было волнение, так как в последнем бою ты отвечаешь уже не только за себя, ты показываешь свою страну, свой город. То есть нельзя проигрывать. В полуфинале ивановская спортсменка держала победу над соперницей из Латвии, серебряной призеркой первенства мира. А в финале Настя все же уступила тэквондистке из Сербии с отрывом всего в четыре очка. Девушка не успела восстановиться и не выдержала темпа схватки. У нас есть традиция, что когда спортсмен России, ну и не только России, в принципе любой страны, выигрывает какой-то там первенство или чемпионат Европы и мира, он делает с флагом круг почета. И вот уже в конце второго раунда при счете 9-1 Насте принесли флаг, чтобы она пробежала. Не знаю, я уже человек суеверный тут в этих делах, я уже думаю, может быть, и сглазили ее, что она, значит, предправили. Раньше времени флаг принесли, но вот как только флаг принесли, так Серебря начала догонять. В данной возрастной категории это первая медаль ивановского тэквондо на международном уровне. Ранее наши спортсмены добивались успеха в младшей возрастной категории 12-14 лет. Много медалей ивановские тэквондисты получают на всероссийских соревнованиях. Например, Арзу Бабаева недавно привезла из Тюмени бронзу. Теперь обе девочки готовятся к новым состязаниям. Пока нас через две недели ждет турнир в Липецке, жемчужно-черноземье называется, к нему мы пока усердно готовимся. Сейчас у нас больше тренировок уходит на дыхалку. Как бы у нас очень слабая дыхательная система, не слабая, но она нужна сильнее. И как бы мы тренируемся на изматывание. Мы изматываем себя, чтобы тренироваться в анаэровном состоянии, чтобы мышцы уставали, и чтобы во время боя мы не чувствовали усталости. На грядущих соревнованиях ивановские спортсмены рассчитывают взять первые места. А в следующем году Настя Носова намерена бороться за право участвовать в юношеских Олимпийских играх 2018. Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто победит? Мы победим! Кто? Мы! Кто? Мы! Мы победим!